Я вот тут подумал, а как сделать фокус, чтобы карта выезжала из колоды сама по себе и при этом не использовать реквизит? Думаете, это невозможно? Тогда смотрим! Меня всегда восхищали фокусы, где законы физики не работают. Такие фокусы сначала ошеломляют, а потом заставляют долгое время думать, как же выполнен этот фокус. Скажу сразу, картежники наверняка поймут механизм выполнения этого трюка. Но фокусы ведь нужны не для того, чтобы показывать и фокусникам, разве нет? Быстро! Но ведь, как вы знаете, некоторые фокусы можно использовать как связку. Например, если вы попробуете его использовать в фокусе амбициозная карта, которая и предполагает, что выбранная карта находится сверху колоды. Этот трюк будет кстати, потому что он наглядно показывает, что карта не хочет лезть в колоду. Тут только один фактор, ваша фантазия, которая позволит вам творить все, что угодно. Или ради прикола, во время показа другого фокуса, перед тем, как прятать карту зрителя, вы такой крутой иллюзионист, берете ее и вставляете в середину. И продолжаете фокус, как ни в чем не бывало. И вдруг, по независимым от вас причинам, она сама вылазит, и вы удивляетесь, придумав какие-нибудь оправдания тому, что она вылезла. Потом взять ее и уже показать нормальный фокус. Всегда проявляйте творческий подход к фокусам. Сейчас не то время, чтобы люди им удивлялись. Поэтому надо развиваться, а не просто показывать фокус. А еще я вам хочу напомнить важную вещь, без которой ваша жизнь будет скучной. Если вы уважающий себя фокусник, то вы уничтожите эту карту из колоды. Что это за карта? Это красная кнопка подписаться. Просто берете ее вот так вот и уничтожаете. Именно так должна выглядеть кнопка под моими видосами. Теперь давайте будем учиться показывать фокусы. Берем колоду в дилерский хват и какую-то любую карту. Пролистываем большим пальцем колоду и просто вставляем карту. Далее нам нужно задвинуть карту немного под углом. Для этого средний безымянный мизинь сложится на верхнюю грань карты. Указательный можно вот так согнуть, а указательный левой руки загибается под колоду. И теперь, когда у нас два указательных пальца держат колоду, мы можем левым большим пальцем перехватиться вот так, чтобы колода висела в воздухе. Так проще делать манипуляции. Теперь наши три пальца задвигают карту, нажимая на левый угол, чтобы она ушла углом к большому пальцу, который перехватывает угол и просто идет вниз, как будто выравнивает колоду. Однако, карта находится в неудобном положении. Для этого, во время движения большого пальца, с обратной стороны в левый мизинец должна упереться наша карта. Благодаря одновременному движению большого и мизинца, мы можем перемещать эту карту как угодно. Дальше нам правым мизинцем нужно зацепиться за карту любым местом и просто тащить ее. А чтобы не было видно напряжение руки, мы слегка трясем руку, выдвигая карту. По углу обзора не беспокойтесь, потому что выдвинутая карта всегда находится под вашей рукой. Главное, вы должны понимать, откуда должен быть направлен взгляд зрителя. И не доводить ракурсы до абсурда. И еще не показывать фокус зрителю, который находится на пятой точке. Он, как и вы, должен стоять, потому что сидя у него открывается доступ для просмотра лишнего. А коричься перед ним, ну, это не нужно. Но если вы это любите, то тогда пожалуйста. Давайте подведем итоги. Сегодня мы научились не просто фокусу, а связующему труду. Помимо этого, мы научились засовывать карту в колоду нестандартным образом. Благодаря этой технике используется множество различных контролей. И мы поняли, что показывать фокус это мало. Важно красиво подойти к его исполнению. И помните, именно здесь начинается чудо. Меня зовут Геннадий Сергеев. Пока. Прямое включение в эфир. Если ты досмотрел именно до этого момента, значит ты тот самый подписчик, которому не безразлична судьба канала. И поэтому я сообщаю, не надо пугаться, что видео не было на канале уже долгое время. Просто я работаю над одним очень большим проектом, который требует достаточного количества времени. И в скором времени вы увидите, что это за проект. Это будет огромный эксперимент, который я проделаю в течение месяца. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. А когда он выйдет, вот тут появится подсказка. Пока.